Виталий, приветствую тебя! Наша традиционная для вторника встреча обсуждаем, как всегда, рынки с точки зрения основных фундаментальных событий, да и вообще актуальных возможностей, которые можно использовать. Так уж совпало, что сегодня день независимости в США, поэтому волатильность по всем канонам экономической теории не должна быть слишком высокой, хотя сейчас очень много такого новостного вброса на рынке и трейдеры по-разному реагируют на меняющееся настроение, какие-то комментарии, потому что все по-прежнему обсуждают перспективы многократного повышения ставки в США до конца этого года. И тут, конечно же, трейдеры делятся на несколько лагерей. Тех, кто считает, что будет еще одно повышение, есть те, кто считает, что будет еще 2-3. Хотя я, наверное, справедливости ради стоит отметить, что нужно как бы свое позиционирование обозначить. Я считаю, кстати, будет очень интересно твою точку зрения высушить. Я считаю, что в июле ставка будет повышена. Ну да, по инструменту FedWatch Tool вероятность практически стремится к 100%. И я думаю, что за оставшееся время до заседания FedReservа, наверное, уже ничего не изменится таким образом, чтобы рынок перестал закладываться под повышение ставки. И КПРС даст эти еще 25 байсных пунктов, в результате чего ставка будет повышена до 5,5%. Или 5,75%. 5,5%, наверное. Да, 5,5%. Да. Так, что касается сегодняшнего дня, еще раз отмечу, поскольку сегодня выходной день, каких-то значимых релизов сегодня выделить нет возможностей. Но можно сказать, что сегодня такое затишье перед будет, потому что в среду, в четверг и пятницу новостей будет предостаточно. Завтра протоколы. Последнее заседание американского регулятора в четверг статистика из США, включая отчет GDP, в пятницу, традиционный для первой пятницы каждого месяца, non-farm pearls. Поэтому скучать не придется. Так, давай тогда начнем с меня. Берем демонстрацию экрана. Пару слов буквально про индекс американского доллара. Текущие котировки 102,58. Очень интересная динамика доллара, в частности, этого инструмента. Несмотря на то, что рынок все активнее закладывается под идею повышения процентной ставки в июле, доллар так и не смог развить такую продолжительную восходящую динамику, предпосылки для которой были на прошлой неделе. И максимум буквально, локальный максимум на первую половину пятницы прошлой был 103 с небольшим. Но под конец недели мы помним то, что инициатива пришла к продавцам. И в данном случае, за что сейчас отцепляются те, кто хотят увидеть индекс доллара все-таки пониже, возможно, даже ниже уровня 102 фунта. Я допускаю, что, наверное, все то ралли, которое могло произойти по доллару на идею повышения ставки в июле, оно уже дисконтировано, как бы заложено в курсе. И на старых дрожжах, наверное, далеко не уйдешь. Плюс ко всему, есть снова вопросы к макроэкономическому фону. Вчерашний индекс АСМ производственного сектора повторил, снова нам подсветил, что в промышленности прям беда настоящая в США. Период стагнации продолжается очень долгое время. То есть индекс держится ниже 50. На этой неделе у нас будет возможность как раз проанализировать еще активность в сфере услуг. И если там будет тоже так же плохо, как два месяца назад, то я думаю, что на рынке все-таки продолжат обсуждать, вот где это кулуарно, что если под конец этого года американская экономика все же не выдержит такого активного повышения ставки, которое производилось Федрезерву в последние месяцы, и столкнется с каким-то подобием экономического спада, либо рецессии. Я надеюсь, что этот новостной фон может все-таки, да и не может, а заставит Федрезерву начать уже обдумывать и закидывать удочку на рынок о том, что нужно уже завершить текущий цикл ужесточения монетарной политики. Поэтому мой прогноз по доллару остается прежний. Да, ставку, возможно, действительно повысит в июле, но уже на этом фоне доллар достиг того максимума, который мог достигнуть, это вот чуть выше 103 пункта. И я надеюсь то, что снижение продолжится в рамках этой недели. Поводом для этого будут как раз отчеты ISM в сфере услуг, и не ожидаю сильных цифр от Non-Farm Perils. И следующая неделя, кстати, но это мы с тобой обсудим, следующий вторник, но следующая неделя – это данные по инфляции. 12 июля они выйдут, то есть перед заседанием американского регулятора последний прям такой важнейший отчет, который позволит нам порассуждать на перспективу того, как далеко может зайти ФРС с повышением ставки после июля. Я думаю, что если мы получим еще один сигнал того, что инфляция продолжает активно снижаться, ну и Федрезерв, наверное, действительно уже в июле может подать какие-то первые сигналы того, что выжидательная позиция – это теперь основная тактика, а в 2024 году могут перейти к снижению ключевой процентной ставки. Поэтому рекомендую пока держать шарты, короткие сделки, текущий новостной фон этому пока не противоречит. Так, рынок нефти. 75,20 сегодня снова мы подрастаем. Нужно, конечно же, закрепляться выше уровня. 75,50 и повыше, потому что здесь у нас и локальное сопротивление, которое никак не дается. Да и вот на вот этом таймфрейме видно, что нефть долгое время ходит в диапазоне. По сути, 77-70 долларов за баррель. Туда-сюда. От поддержки к сопротивлению и наоборот. Сейчас я, как и ранее, оптимист в отношении нефти. Юль начался, соответственно, он был ознаменован, скажем, решением Саудовской армии о дополнительном сокращении добычи нефти на 1 миллион. Россия также еще с августа сократит производство на 500 тысяч баррелей в сутки. Растет спрос на топливо в США. Я думаю, что это все-таки факт снижения запаса в Штатах. Это не только вследствие того, что американцы продолжают активно продавать стратегические резервы, чтобы добиться все-таки хоть какого-то охлаждения на рынке нефти. Но и вследствие того, что начался летний сезон, традиционный период повышенного спроса на топливо. И я допускаю, что июль, август, мы точно будем сталкиваться каждую неделю со статистикой, которая будет подтверждать снижение запаса к нефти США. Я, кстати, жду в этот четверг довольно интересных показателей, учитывая, что День Благодарения отмечается. Разумеется, интерес к более далеким поездкам, рост туристического потока, автомобильного трафика. Я допускаю, что запасы могут снизиться и уже снизились. Все-таки запасы – это статистика недельной давности, примерно на 10 миллионов баррелей. Если окажусь прав, то тогда до конца этой недели мы можем получить очень хорошие условия для роста бренда выше 75,50. Моя среднесрочная цель – это 80 долларов за баррель. Так, и пару слов еще хотел сказать про британскую валюту текущей котировки 1,27. Здесь, как в прошлый раз я уже рассуждал о перспективах фунта, я настроен на сохранение этих длинных позиций, потому что думаю, что цель 1,30 по паре бунт-доллара, она более чем реальна. И я прекрасно понимаю, что повышение процентной ставки со стороны Банка Англии 13 раз уже ставка была повышена. Это все довольно больно аухнется для экономики в целом и может привести к серьезным экономическим последствиям негативным через какое-то время. Но я допускаю, что все-таки первая реакция рынка на то, что Банк Англии может не остановиться на одном повышении ставки на 50 байсных пунктов, первая реакция рынка, может предполагать все-таки какой-то интерес к фунту. Я не мечу там на уровне 1,35, 1,40, но 1,30, то есть по сути 300 пунктов с текущих уровней пара все-таки имеет потенциал для роста. Посмотрим на июльское заседание Банка Англии. Я думаю, что учитывая, что инфляция осталась также на значениях в районе 9%, 8,7%, в Банк Англии 100% снова повысит процентную ставку, может быть даже в очередной раз на 50 байсных пунктов. И если еще доллар, опять же, не подведет продавцов, то тогда идеально сложатся условия для того, чтобы пункт прямо с текущих уровней так вот начал постепенно восстанавливаться к целям 1,28, 1,30. Виталий, слово тебе. Так, всех приветствую. Ну, по поводу ставок, в принципе, я согласен с тобой и тоже жду по поводу повышений, да, как было заявлено на форуме, который организовал ЕЦБ на прошлой неделе, ФРС планирует ставки поднимать, ЕЦБ планирует, Банк Англии. С одной стороны, вот по поводу фунта, да, что они подняли ставку на 0,5, как бы фунт должен был расти, но пошла обратная реакция. Почему? Потому что трейдеры видят, что реально это может привести к проблемам в экономике из-за таких больших ставок. Сегодня даже Банк Австралии пока сделал паузу по поводу повышения, сказал, будем смотреть, что там ФРС делает, да, и я думаю, что ФРС, если, как он заявлял, будет два раза поднимать ставку, это ставки достаточно уже в сумме заоблачной, да, и это будет давить на рискованные активы и все будут перекладываться в доллар. Это мое видение. Конечно, фондовый рынок растет так достаточно позитивно, там видят это все по-другому. Плюс отчет на прошлой неделе в четверг, если не ошибаюсь, или во вторник, во вторник по поводу рынка недвижимости, там, в принципе, все тоже неплохо. И вот как-то вот так. Посмотрим, посмотрим, как это все будет, но давайте посмотрим с технической точки зрения, что у нас, что у нас есть. Так, индекс доллара. Пройдусь по тем идеям, которые я в прошлый раз говорил, сделаем отчет и дам новые идеи. Итак, индекс доллара. Мы торговались вот здесь в прошлый вторник. Я говорил, что я за лонг. Как в нашем эфире, так и на своем YouTube-канале. Я бы здесь советовал только покупать индекс доллара. В принципе, прошлая неделя позволила заработать на укреплении доллара. Дальше я пока не меняю своего мнения. Вижу укрепление доллара. Как говорил, жду это все среднесрочно на обновление вот этих максимумов, да, и еще выше. Это в течение этого лета. Локальные цели – это обновление вот этих максимумов, которые были на прошлой неделе. У нас виден здесь такой локально восходящий тренд. И пока мы в нем движемся, я за укрепление доллара. Если мы его сломаем, то дальше будем уже смотреть, что и как, да. Но пока вижу ситуацию так. Аналогично зеркально по другим инструментам, кто торгует евро-доллар. Например, здесь аналогично вот такое есть зажатие цены сверху, такой локальный нисходящий коррекционный тренд ниже, так скажем, вот этих уровней сопротивления в районе 1.09.30 плюс-минус вот этой зоны. Я бы рассматривал шарты. То есть с текущих или с этой зоны, возможно, мы еще ложно сделаем. Конечно, нужно понимать, что это все может быть коррекционные движения, и мы дальше не пойдем и улетим хорошо наверх. Это все возможно. Поэтому обязательно соблюдать риск-менеджмент. По евро аналогично. Цели пока на обновление вот этих минимумов 1.08.50, которые были на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, и среднесрочно 1.06. Фунт-доллар аналогично. Здесь образовался такой нисходящий коррекционный тренд. Пока он идет под давлением, и зона здесь для шарта получается вот вчерашние и пятничные максимумы. То есть пока мы ниже вот этих максимумов, я бы шартил с целью обновления прошлонедельных минимумов в районе 1.26, да, плюс-минус. В принципе, фунт аналогично как евро-доллар я на прошлой неделе советовал шартить на своем YouTube-канале. Поэтому подписывайтесь, чтобы получать ежедневно новые идеи. Дальше. Что было еще? Был еще эфир на прошлой неделе. Я его практически последние несколько эфиров советовал покупать. Мы с каждой неделей обновляем новые локальные максимумы, поэтому здесь есть куда расти. Конечно, возможно, мы где-то будем обновлять вот эти максимумы в апреле 2100. Но посмотрим. Пока все смотрится на покупку. Кто ранее покупал, удерживаем. Кто не покупал, выше уровня 1925. Все смотрится на покупку. Дальше. Что еще интересного? По золоту. На прошлой неделе во вторник советовал шартить. Мы находились в районе примерно 1925. Вот в этой зоне говорил шартить с целью 1900 и ниже. Мы немножко ниже сделали, но дальше откупили. Но, в принципе, спекулятивно можно было на этом заработать. Дальше по золоту. Я, в принципе, за шорт, но пока локально цену поджимают наверх, и поэтому я пока побуду вне рынка. То есть вот видно, что идут такие локальные, скажем, повышающиеся минимумы последние несколько дней. В пятницу после выхода инфляции PCI, да, в США, которая вышла ниже, вот когда в моменте, до этого утром я еще был даже в пятницу за шорт, но потом уже после выхода данных я смотрел, что они явно не идут вниз и пытаются пробить 1912, вот этот уровень. В принципе, спекулятивно советовал своим ребятам покупать, посмотрим, что из этого получится. Возможно, здесь разворот какой-то по золоту рисуется. Пока не ясно. Но у нас еще сильная зона сопротивления в районе вот этом 1940 плюс-минус, поэтому ее нужно пройти, чтобы дальше о чем-то говорить. Дальше. Ты давал рекомендацию по нефти, я дам рекомендацию по натуральному газу. Мне кажется, что этот инструмент, возможно, будет дальше расти. У нас образовался такой локально восходящий тренд в июне, и, возможно, он продолжится. Поэтому, пока мы торгуемся выше уровня примерно 2,60-2,65, я бы покупал натуральный газ с целью обновления пятничных максимумов в районе 2,80 и 2,90 максимума июня. Если мы сломим этот тренд, то здесь уже будет пока ситуация, возможно, на снижение по натуральному газу. Вот такое мне мнение. Ну и плюс, конечно, очень порадовала отработка доллар-рубля и юань-рубль. Я практически, что в прошлый вторник говорил, что я больше за лонг. Плюс, ну, я еще так в обзоре нашем с тобой колебался, потому что мы, в принципе, отработали мои идеи. Ну а дальше в последующих своих обзорах на YouTube-канале я так уже агрессивно, настойчиво советовал покупать доллар против рубля, потому что мы здесь начали так локально поджимать. Мы, в принципе, практически до 90 добили. И неплохая отработка, даже невзирая на то, что вот на прошлой неделе там крупные предприятия занимались, скажем, конвертации налоговой выручки, да. Поэтому плюс, вот видим, юань-рубль вообще отлично добил мои цели, которые я очень долго ждал, потому что доллар-рубль давно уже показывал рост. Вот мы обновили апрельские максимумы в районе там 12-12. Мы их пробили, закрепились выше и, в принципе, здесь путь открыт наверх. Понятно, уже перекуплено все, но пока каких-то признаков на разворот тренда я не вижу. То есть если он нарисуется, то уже буду там о чем-то говорить. Вот пока у меня все. То есть пока рекомендация подытожим. То есть укрепление доллара, там кто-то, возможно, работает с индексом доллара, кто-то там еврофунт, натуральный газ и пока все. Виталий, спасибо тебе за рекомендации. Следим за отработкой идей. Все самые интересные отчеты недели еще впереди. В следующий вторник, как и всегда, подведем итоги, обсудим, посмотрим, как рынок отреагировал на блок американской статистики. Также сможем еще раз оценить шансы на дальнейшее повышение ставки в США. Тебе тоже хорошего закрытия недели, хорошего трейда под эти события, если будешь работать до конца этой недели и хороших выходных. Спасибо. Удачи всем. Пока.